Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре распределили места в детские сады. Сколько малышей в ближайшее время отправится в дошкольные учреждения? В Самаре цены на жилье выросли на 15-20%. С чем это связано и когда покупать квартиры, узнаем в новостях экономики. Православные верующие отмечают праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Первая литургия прошла в Новом Самарском храме. В Самаре распределили 781 место в детские сады. Больше половины из них в ясельных группах. Процесс проходил в автоматическом режиме. Электронные заявления перешли из статуса очередник в статус направлен. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В течение 10 рабочих дней родители должны предоставить письменное согласие с выделенным местом в детском саду. В течение недели заведующие дошкольных учреждений будут созваниваться с родителями и зачислять детей. Начнут обзвон уже сегодня, крайний день понедельник. Поэтому, уважаемые родители, большая просьба. Если вдруг вы за это время сменили номера своих мобильных телефонов, обязательно нужно обратиться в МФЦ, в противном случае заведующие просто не смогут до вас дозвониться. Если у вас документы уже готовы, вы идете в тот детский сад, откуда звонок поступил, и, в принципе, при наличии всех документов, вы уже в этот день можете заключить договор, будет из-за приказа зачисления ребенка, и ребенок начнет посещать детский сад. До конца года в Самаре пройдет еще одно распределение. В нем будет участвовать 26 детских садов. Планируется предоставить более 800 мест. Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» Самарской области получил статус мирового уровня. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Правительство подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров, которым будет предоставлена государственная поддержка. Решение прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров, отметив, что это серьезное признание Самарского научно-образовательного центра на федеральном уровне. Как вы знаете, по решению президента в нашей стране 15 таких центров должно быть создано. Пять из них были утверждены в прошлом году на безальтернативной основе, назначены. В этом году прошел очень жесткий конкурс. 20 заявок было от 20 регионов, либо коллективные были заявки. Очень жесткая конкуренция. Рад вам сказать о том, что наш НОЦ, по оценке экспертов, занял абсолютно первое место. Также губернатор призвал жителей беречь себя в период пандемии, поблагодарил всех, кто ответственно подходит к соблюдению правил безопасности, и напомнил, что за нарушение санитарных норм грозит наказание. И в регионе уже есть случаи закрытия и приостановки деятельности торговых предприятий и общепита. За сутки в Самарской области зарегистрировали 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 23 399. Такие данные в пятницу 4 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 403 человека. Всего с начала пандемии с болезнью справились 21 047 человек. В торговых центрах продолжают проверять соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора. В один из рейдов отправилась Гульфия Сафина. Торопился поздравить родного человека с днем рождения, спешил за подарком, а маску забыл в машине. Эксперты предупреждают, такая рассеянность может испортить праздничное настроение, а также стоит здоровье и денег. Нарушителями в период действия особых указаний в связи с пандемией могут оказаться подростки, гуляющие в торговом центре без взрослых, граждане, отказывающиеся носить маски в общественном месте, малый бизнес, пренебрегающий антиковидным режимом. К примеру, только на прошлой неделе в ходе очередного рейда в этой оптике, расположенной в крупном торговом центре Кировского района, комиссия зафиксировала нарушение. Да, конечно, был момент, когда зашел клиент и приспустил маску, мы ему вовремя не предупредили об этом. Теперь, соответственно, мы соблюдаем все предписания, и при входе каждому говорим, чтобы надевали маску. Сегодня торговые центры – зона особого контроля. Рейды проводятся ежедневно. Наличие дозаторов, наличие социальной разметки, наличие объявлений о том, что нахождение без маски и упрещено. Также наличие журнала. Работники, приходя на работу, должны замирать температуру и записывать свое состояние в журнал. Каждый день за работой отделов следит и администрация центра. Могут обойтись как простым замечанием, могут и наказать рублем. Страфы не санкции применить. В любом случае предприниматели должны руководствоваться, в первую очередь, действующими законодательствами. Поэтому в праве требуют от них соблюдения. По словам членов комиссии, сейчас уже сложнее найти нарушителей. В этом и цель. Главное – выработать у предпринимателей понимание реальной эпидобстановки и готовность честно работать в безопасных от ковида условиях. Для нас безопасный шопинг – это на первом месте. Не хотим нарушать никакие правила ни губернатора рекомендации, ни правила Роспреднадзора. Также мы беспокоимся о здоровье своем и окружающих нас людей. Теперь чаще и сами жители осознают, что без масок ходить за покупками небезопасно. Так-то я уже переболела. Ношу, когда в народ иду. Мы же не знаем, что несем с собой. Каждый может. Рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора проводятся каждый день. Только в Кировском районе за сегодня на владельцев объектов потребрынка выписали пять актов. Всего с начала действия режима повышенной готовности и ограничительных мер собрано более 200 материалов. На их основании в дальнейшем оформят протоколы. Их рассматривают в суде. Максимальная мера наказания для предпринимателей за пренебрежение антиковидными мерами – штраф до 300 тысяч рублей и ограничение деятельности на три месяца. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. В центре Самары сегодня произошел крупный пожар. Загорелся двухэтажный жилой дом в Ленинском районе по адресу Вилоновская, 48. Около четырех часов дня удалось ликвидировать открытое горение на площади 350 квадратных метров. На месте пожара обнаружили тела двух погибших женщин. Одного человека эвакуировали, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Для тушения огня привлекли 110 человек, 46 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются. Еще об одном происшествии. В границах улиц Киевской и Тухачевского произошел порыв трубы диаметром 300 миллиметров. Сбой в системе подземных коммуникаций зафиксировали в районе полудня. На место аварии выезжали сотрудники коммунальных служб города. Холодное водоснабжение отключили. Для жителей были выставлены два бойлера с водой по адресам Чернореченская, 42 и Осипенко, 144. Устранить аварию и восстановить холодное водоснабжение рабочие планируют к 8 часам вечера. В России предлагают увеличить зарплату педагогам. Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса Самарской области составил более 300 миллионов долларов. А цены на жилье выросли на 10-15, местами на 20%. Обо всем подробнее в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Оклады педагогам нужно увеличивать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что к 2021 году выработают нормативы оплаты труда учителям. Помимо этого, определят обязанности, за которые педагог может получить стимулирующие и компенсирующие выплаты. Сельхозпроизводители Самарской области получили рекордный урожай зерна за последние 30 лет. А экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса составил более 300 миллионов долларов. Всего в этом году с полей региона собрали почти 3 миллиона тонн зерна. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, это большое подспорье для экономики региона в такой непростой период. В следующем году средняя стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти на 10-12%. Такой прогноз дают участники рынка недвижимости в целом по стране. Из-за высокого спроса намечается дефицит доступных к покупке квартир. Он и приведет к росту цен. Впрочем, самарские эксперты уже отмечают, что в городе жилье подорожало на 15-20%. С чем это связано и когда ажиотаж на рынке недвижимости спадет, расскажем в следующем сюжете. В среднем по России за третий квартал этого года жилье подорожало на 4%. Отдельно в регионах, в том числе в Самарском, цены на новостройки взлетели на 10-15%, а где-то и на 20%. Цены растут очень высокими темпами. Началось потихоньку, это где-то с августа. Сейчас, в общем, это разгоняется. Разгоняется серьезно. На фоне этого формируется жестокий дефицит вообще в принципе предложений на рынке. Все, что стоило еще полгода назад 75-80, сейчас стоит порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр. И есть такие предложения вообще по ту сторону добра и зла, я их называю. То есть там, ну это просто не может стоить таких денег. Тем не менее, даже самое дорогое жилье раскупают моментально. Квартиры в новостройках разбирают на стадии котлована, а со вторичного рынка ушел весь неликвид. Как рассказывают эксперты, в этом году в Самаре скупили даже многокомнатные квартиры. Конец лета, начало осени, почему-то у нас достаточно успешно с рынка ушли многокомнатные квартиры. То есть традиционно люди всегда покупали, ну в массовом сегменте, конечно, потребление, были однокомнатные квартиры, так как самые дешевые. Вот опять же говорю, из-за того, что подешевели кредиты, средства стали более доступны, люди решились на покупку и многокомнатных квартир. Конечно, это более комфортный уровень жилья. Естественно, людям надо расширяться. В итоге наступила ситуация, когда спрос не рождает предложений. Из-за доступности ипотеки и желания людей вложиться в жилье на рынке недвижимости сейчас образовалась, как говорят специалисты, градостроительная яма. Если на протяжении пяти лет в среднем на рынке было около четырех тысяч предложений по новостройкам и около тринадцати тысяч вторички, то теперь количество жилья, которое продается, сократилось почти в два раза. До двух тысяч и семи тысяч, соответственно. Поэтому эксперты советуют сейчас не торопиться с покупкой. Нет. Покупка сейчас – это выбор без выбора. Но реально очень мало приличных предложений. И если вы там планировали купить квартиру мечты, то сейчас вы ее можете просто не найти. Во-первых. Во-вторых, ну все-таки надо иметь в виду, что ипотеку с господдержкой продлили до середины следующего года. И у вас есть еще возможность в итоге ею воспользоваться. В-третьих, я думаю, что в ближайшие полгода будут выходить на рынок по новостройкам интересные проекты. Эксперты ожидают, что к февралю-марту следующего года ажиотаж утихнет, и можно будет снова поискать подходящую квартиру. Тем более, что девелоперы начинают конкурировать не в цене, а в качестве. А квартиру советуют покупать с инвестиционным потенциалом, чтобы через несколько лет не продавать ее в убыток себе же. Российская валюта укрепляет позиции после решения ОПЕК-плюс о повышении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января следующего года. Курс доллара на 5 декабря 74 рубля и 25 копеек. Американская валюта потеряла 95 копеек. Евро 90 рублей и 26 копеек. Европейская валюта снизилась на 93 копейки. Последний раз такие показатели фиксировали в начале сентября. Нефть марки Brent 49 долларов и 42 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Самарской области по итогам прошлого года превысил 315 миллионов долларов. На сегодняшний день производством продуктов, питания и напитков в регионе занимаются более 700 организаций. Это позволяет не только обеспечивать потребности области в нужных товарах, но и наращивать демпинговые отношения с зарубежными партнерами. Насколько успешно предприятия региона справляются со стратегией лидерства, выяснила Ольга Павлова. Именно с этого цеха начинается увлекательное путешествие по кладовой комбинату спиртосодержащей продукции. Подготовка спиртов, воды, лабораторные исследования и обязательная дегустация. Главный технолог купажного отделения Галина Шрамова дегустирует напитки уже 32 года. Нам приходится, как бы то ни было, дегустировать на каждом этапе. Может, некоторые могут позавидовать этому, что мы вот так. Но у нас так. Это обязательно наши должностные инструкции. Уже более полугода комбинат активно работает на экспорт и поставляет свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Китай, Казахстан, Южная Корея, Сингапур, Индия. За короткое время предприятие вышло на масштабные показатели. Доход от экспортирования напитков достиг полумиллиона долларов. По последнему стандарту оборудованный цех. Закуплено модернизированное итальянское оборудование. Усовершенствована система складского хранения. В настоящее время здесь производят более 15 видов сертифицированной продукции. Планируем наращивать объемы нашего производства и на внутренний рынок. Потому что благодаря новым нашим объемам производства, нашим усовершенствованным линиям, нашему новому потенциалу мы хотим все-таки произвести, занять нишу выше на полках нашей области Российской Федерации. Свои коррективы в работу предприятия внесла пандемия коронавирусной инфекции. С большинством потенциальных партнеров сейчас невозможно встретиться лично. Но все важные переговоры успешно идут в онлайн формате. Об этом говорят общие экономические показатели. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за 10 месяцев текущего года из региона вывезли продукты питания на общую сумму 49,5 миллионов долларов США, что составляет 17,9% от общего объема экспорта. Больше всего за пределы Российской Федерации отправляется шоколада, мучных изделий, алкогольных напитков и детского питания. К 2024 году экспорт продукции АПК должен вырасти до 250 миллионов долларов США. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. В Самарском районе призывники готовы отправиться на службу в армию. Призывная комиссия работает с учетом всех необходимых мер безопасности. Здесь соблюдается масочный режим и социальная дистанция. На входе каждому измеряют температуру. Как молодые люди готовятся к защите Отечества в эпоху ковид, расскажет Мария Левина. Влад Колесниченко получил высшее образование и готов отправиться на службу в армию. Парень из семьи военных, говорит, родные были рады, когда он сообщил свое осознанное желание отдать долг Отечеству. На службу хочу, потому что перспектив много. Считаю, высшее образование получил. Если сейчас еще и отслужу, то легче и проще будет найти работу высокооплачиваемую и хорошую. В Самарском внутригородском районе со школьниками проводят большую патриотическую работу. Служба в армии – это почетная такая обязанность каждого юноши. Я считаю, что через нее должен пройти каждый настоящий мужчина. Патриотическое воспитание, да, у нас есть, если брать Самарский район конкретно, у нас из пяти школ в трех сейчас есть отряды юнормии, где воспитывается как раз-таки дух патриотизма. Призывники по-прежнему проходят ряд медицинских специалистов – хирурга, терапевта, лора, окулиста, невропатолога и психиатра. Призывной пункт – это конечная станция будущих защитников Родины, куда они приходят уже после всех врачей. Пандемия сказалась на работе ведомства. Призывники заходят в кабинеты по одному, что позволяет сохранить социальную дистанцию. На входе всем измеряют температуру. Соблюдается масочный режим. Хочу сказать наперед для родителей призывников, потому что понятно, что они волнуются, переживают. Не менее строгие и серьезные меры принимаются в войсках. Поэтому все их сыновья, которые отправляются для прохождения военной службы, я уверен, будут здоровы. На областном сборном пункте призывники пройдут повторное медицинское обследование. Мария Левина, Василий Колдашов. События. При Воложской УГМС развивает сеть мониторинга за качеством воздуха. В микрорайоне Волгари установили автоматический пост. Его показатели принципиально изменили статистику. Подробнее расскажет Елена Малютина. В работу нового оборудования человек практически не вмешивается. Оно автоматически замеряет показатели воздуха каждые 20 минут. Также здесь располагается и метеостанция, которая фиксирует температуру, атмосферное давление, направление и скорость ветра. Вся информация направляется в Привожский УГМС. Раньше работали стационарные посты, которые у нас располагаются по городу в ручном режиме. То есть мы отбирали всего как бы 3 или 4 раза в день. Здесь происходит уже работа круглосуточная. Новое оборудование однозначно дает нам оперативность. То есть государственная сеть у нас развита с 1964 года. Жители города могут увидеть у нас эту информацию на сайте. То есть достоверность государственной системы – это один из приоритетов. В распоряжении Привожского УГМС 33 пункта наблюдения. С каждым годом их число растет. Стационарные посты установлены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Новое оборудование принципиально изменило статистику. Значительно увеличилось число зарегистрированных случаев загрязнения воздуха. По словам специалистов, это произошло из-за увеличения числа проб и более чувствительного оборудования. А в целом ситуация с загрязнением не изменилась. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Православные самарцы отмечают праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И сегодня же на Мехзаводе в честь этого события была открыта новая церковь и прошла первая литургия. Провел ее митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий со службы репортаж нашего корреспондента. В новом храме в микрорайоне Новая Самара прошла первая литургия. Название церкви приурочили к празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. После богослужения награды от епархии получили меценаты, помогавшие в строительстве. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий обратился к прихожанам. Это еще один молитвенный очаг. Это то, что будет сохранять нас, наш город. Благодать Божья, она касается не только человека, но по молитвам человека и освящает местность. Дай Бог, чтобы в этом храме находили, прежде всего, молитвенное общение с Богом, Божьей Матерью. Вспоминали на литургии о жизни Девы Марии в детстве. По церковному преданию в три года родители привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась до тех пор, пока не обручилась с праведным Иосифом. Новый настоятель храма напомнил верующим христианам на примере Богородицы, что у Бога нет ничего невозможного. Святая Дева Мария была детем молитвы. Она родилась у бесплодных и престарелых родителей, которые буквально вымолили ее у Бога. Это еще раз напоминает о том, какую важную роль играет молитва в нашей жизни. Жители поселка Мехзавод микрорайона Новая Самара долго ждали своего храма. Теперь служить Богу можно буквально не отходя от дома целыми семьями. Прихожане рассказывают, до этого приходилось ходить в церковь за пару километров. Я многодетная мама, у меня трое сыновей. И, конечно, мне очень хочется, чтобы они тоже были вместе со мной в этом храме, приводить их, потому что без помощи Божьей воспитать детей просто невозможно, настоящих православных христиан. Поэтому это счастье, это большой праздник для нас, для жителей микрорайона, что вот есть у нас на нашей территории новый храм. Прихожане своего священника знают хорошо, он служил и в прежнем храме, поэтому новое святое место пустовать не будет. Народ готов ходить молиться и в праздники, и в будни. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. В Доме журналистов презентовали книгу Дмитрия Агалакова «Ордынский волк, самаркандский лев». Новый исторический роман посвящен великому противостоянию двух гигантов Средневековья, грозного среднеазиатского завоевателя Эмира Тимура и хана Золотой Орды Тахтамыша. Дмитрий Агалаков – член Союза писателей России, автор более 50 книг, написанных в разных жанрах, исторический роман, детектив, фантастика и другие. В Самаре Дмитрий Агалаков известен по авторской литературно-исторической серии «Лидеры Самарского края». Книги выходили на средства областных и городских грантов в области культуры и искусства. Над последним произведением автор трудился около года. «Это художественно-историческое произведение, но я его назвал художественно-документальной эпопеей, потому что здесь идут постоянно цитаты из «Зафар Намэ», из книги «Побед», специально для того, чтобы было видно, что не я это все придумал, а что я и шел по следам средневековых историков». Самарский боксер вышел в полуфинал чемпионата России. Он имеет хорошие шансы, чтобы пробиться в олимпийскую сборную страны. А самарские любители лыж вовсю готовятся к новому сезону, который стартует на следующей неделе. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». На чемпионате России по боксу в Оренбурге спортсмен из Самары Шахабас Махмудов вышел в полуфинал первенства. Таким образом, он увеличил свои шансы войти в состав национальной сборной России, которая представит страну на Олимпиаде в Токио. В весовой категории до 69 килограммов Шахабас успешно преодолел четвертьфинал. Следующим соперником «Самарца» станет Юрий Осипов из Москвы. Бой пройдет в эту пятницу, 4 декабря. Победители чемпионата получат медали, 10 миллионов рублей, иномарку и возможность сражаться на международной арене. Самарские лыжники ожидают новый сезон, официальный старт которого назначен на 19 декабря. Эту дату с нетерпением ждут и в учебно-спортивном центре «Чайка». К приему спортсменов все уже почти готово. Раздевалки, столовая, сервисная зона и, самое главное, трассы. Подробнее в следующем сюжете. Этот специальный ретрак после себя оставляет ровную лыжню для классического стиля. Он выезжает, как только выпадет достаточное количество снега. Если осадков было мало, то сотрудники центра «Чайка» прокладывают трассу на снегоходах. Для подготовки одного участка для конькового стиля приходится проезжать его до 10 раз. Затем состояние трасс поддерживают регулярно, чтобы профессионалы получали удовольствие от тренировок. Ребята приезжают, так как здесь трасса готова, они сюда приезжают, им даже, как говорится, готовится интереснее и качественная тренировка происходит, если трасса готова. На «Чайке» рады и любителям лыжного спорта. Для них есть специальная трасса с упрощенным рельефом, с пологими спусками и хорошим выкатом. В Самарской области реализуется проект «Спорт нормы жизни» под контролем губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. И один из важнейших аспектов – это создание условий для занятия населения физической культурой и спортом. Активная подготовка к сезону идет в административном корпусе. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. На входе замеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. В холле и столовой есть ограничения по количеству людей. Все контактные поверхности обрабатывают спецрастворами. Есть раздевалки и в помещении, и на улице, чтобы разделить большой поток людей. У нас есть кабинки на улице, то есть как и раздевалки, так и туалет. Есть в прокате. То есть они могут здесь зайти, переодеться, вещи с собой забрать. Если они хотят вещи оставить здесь, то они спускаются в камеру хранения. Или там есть у каждого свой индивидуальный ящик, они сдают в камеру хранения. На трассах «Чайки» уже катаются первые любители лыжного спорта. Официальное открытие сезона запланировано на 19 декабря. А в конце месяца, 30 числа, по традиции, на лыжной базе состоится гонка памяти. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова